У него 1600 жизни, а это означает то, что я в принципе легко смо... Могу его убить, да, да, да. Ну что же, всем привет, дорогие друзья, спамер, мы сегодня продолжим играть в группу названия MyCraftNersey1.7.10 И как вы помните, прошу серию остановились на том, что сделали себе ещё одного босса в Divine RPG и убили его. С него выпала ломтирезка, которая вот называется холитовая, и она наносит 22 урона, когда мы её используем просто правой кнопкой мыши. То есть больше с этого босса ничего не выпало, мы просто можем кидать эту ломтирезку, наносить 22 урона, и всё, вот такой вот босс. Прямо сейчас разглагольствовать я много не буду, дело в том, что вы, наверное, помните, то, что прошлая часть закончилась на том, что нам надо было накопить 50 сосны. И прямо сейчас я пойду и буду копить эту сосну, и, кстати, у меня появился снова этот квест на поэму, что... Два чернильных мешка, два красных красителя, два жёлтых красителя и 10 бумаги, всё как и было ранее, чё за фигня. Походу мы этот квест можем выполнять оооочень много раз, но перед этим я всё-таки к сосне схожу. Если так посмотреть на мини-карту, то, наверное, можно как-то найти эту грёбаную ель, но её тупо нету, смотрите, вот нету и нету. Какие-то мини-джунгли, которые на самом деле не джунгли, а там растёт дуб, здесь есть тоже дуб, дуб, дуб и кругом дуб. Хотя на всякий случай всё-таки стоит проверить, что это за лесок. Ну да, я был немножечко даже не прав, это не дуб, это берёза, которая 100% мне не нужна, мне где-то нужно найти ель, но где? Та-дам! Ель найдена! Я её нашёл в зимнем биоме, вот здесь, вот прямо на краю мира, где мы ещё ни разу не ходили, и прямо сейчас я, конечно же, буду это всё добывать, вот только как-то её мало. Ой-ёй-ёй-ёй, да здесь куча елей, мне это очень сильно нравится, сколько я уже нарубил? 49, мне, получается, осталось всего лишь одно дерево, и всё, я могу идти. И так, у них теперь всё есть, я дал им сосну, у них есть дерево, есть дуб, у них есть настила, это означает только одно, они начинают строить пагоду, еееее. И строят они её прямо около моего здания, серьёзно, я думал то, что эта сторона будет непоколебима, она будет только моей, но нет, нифига подобного, здесь, кстати, воды нету никакой. Так, окей, воды никакой нет, значит, ничего разравнивать не придётся, он уже поставил факелы, а это означает, что вот-вот он уже разравнивает, окей. Следующий кристалл из Дивайн РПГ, который мы произведём, это будет кристалл Сумеречного Демона, он создаётся из двух душ Мортума, из одной души Небесного Терна, из кристалла Основания Спавнера и душа Дикого Леса. Дикий Лес у меня тоже, вроде как, присутствует, потому что в прошлой части я выбил две штуки, одну потратил, следовательно, осталась одна, и, получается, идём в Небесный Терн. Нифига подобного, никуда мне не придётся идти, оказывается, в сундуке у меня было семь душ Небесного Терна, получается, мы сейчас всё это дело выкладываем, смотрим, как это точно крафтится, и... О, господи, неужели сейчас будет второй босс? По крайней мере, очень сильно на это надеюсь. Перед тем, как я всё-таки вызову этого босса, я всё-таки уберу все эти красные цветы, потому что они будут наносить мне просто дичайший урон, если я на них встану. За секунду я смогу потерять целых пол хп, если просто на них встану, поэтому лучше всё-таки уберу. Вот эти красные цветочки вроде как ничего не делают, но, кстати, они выпадают, серьёзно, ростки ока, для чего вы нужны? Просто пыль Мортума, она создаётся тремя разными путями, но что-то мне подсказывает, что она нужна для того, чтобы стреляться какими-нибудь фазерами. Ладно, пока что не будем вдаваться в подробности, просто вызываем этого босса, и, о, господи, кто же ты на самом деле? Раз, два, три, привет... О, господи... Приветики... Сумеречный демон, интересно, что же ты делаешь? Ты на меня так смотришь, и, по-моему... О, что? О, о, ба... Окей, это страшнее, чем я предполагал, смотрите, он стреляется какой-то фигнёй непонятно, и самое главное, он меня каким-то немного образом отравляет, я ничего не вижу. О, тихо-тихо-тихо-тихо, окей, всё, я понял, тут лучше его убивать с помощью фазера. У него 1600 жизни, а это означает то, что я в принципе легко смо... Могу его убить, да, да, да. Попытка номер 3, привет снова! О, господи, грёбаные красные цветы, я забыл про вас, аа, идите в жопу, серьёзно, ха-ха-ха! Что-то мне подсказывает, что мне срочно нужно зачаровать броню на защиту от снарядов. Смотрите, вот здесь он вроде как не дотягивается, вот он пытается, пытается, но не может. Может быть, я его таким образом смогу убить? У него просто самонаводящиеся снаряды, жесть, офигеть, охренеть! Так, ладно, я так и быть попытаюсь его убить вот таким вот образом, то есть я сейчас немножечко постреляю и проверю, нанёс я ему хоть капельку урона или же всё-таки нет. Так, ладно, всё, проверяем, 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 и да, действительно нанёс, я таким образом его легко могу убить, прощай, босяра. Я вот даже не знаю, попадаю я в него или нет, но, кстати, вот, смотрите, я вижу, как в него попадаю, он в то же время не может в меня попасть. Идеальное сочетание. Так, всё, я продолжаю стрелять, увидимся через раз, два, три. Я решил воспользоваться ломтеревсками, потому что мне их всё равно некуда тратить. И тадам, босс умер, интересно, сколько с тебя опыта выпало, пожалуйста, побольше, по 26 всего лишь, серьёзно. И с него выпал также какой-то халитовый блиц, урон в ближнем дальнем бою, 20 боеприпасы, пыль Мортума, да-да-да-да-да-да-да, та самая пыль Мортума. И бесконечное применение, вот только знаете, в чём проблема? У меня намного лучше есть фазер Апалачи. То есть этот халитовый блиц точно так же наносит всего лишь по 20 урона, серьёзно. То есть я его сейчас убивал, этого босса, просто так. Я проверил, как этот халитовый блиц стреляет и понял, что он действительно ничем не отличается. Смотрите, просто зелёная хрень вместо вот этой вот фиолетовой. Всё! На самом деле, если так подумать, то смотрите, что мы можем сделать за вот эти вот души Мортума. Мы можем сделать себе фазер Мортума, который наносит на целых 6 урона больше, чем этот блиц. То есть, смотрите, 26 урона в дальнем бою. Это офигеть как много. Ну ладно, в принципе, Мортум мне тогда больше не нужен до следующего появления босса, а сейчас мы проверяем, что там построили японцы. Надеюсь, то, что это пагода, что-то довольно прикольное. Окей, я всё понял, ему ещё разравнивать и разравнивать. Это надолго. Знаете, кстати, в чём заключается проблема японцев? У них залагал дровосек. Вообще никаким образом он не отлагивает. Я перезахожу в Майнкрафт. Я его попытался убить даже с помощью песка. Он не умирает. Он никаким образом не хочет даже двигаться. То есть, давайте я вам даже продемонстрирую. Я хотел сделать так, чтобы он отлагал с помощью смерти. Я его попытался убить вот таким вот образом. И что же мы видим? Правильно, он не умирает. Я ждал минуту, я ждал две минуты, я ждал пять минут. Он никаким образом не хочет умирать. И следовательно, он так и будет стоять до конца своих дней. И следовательно, я эту деревню должен снабжать своим деревом. Своим, чёрт подери. Хорошо, хоть другие японцы не залагали. Потому что если бы залагали все, я бы просто киданул эту деревню и забил на неё. Я не знаю, есть ли среди зрителей какие-нибудь новички, которые не смотрели прошлые части. Но я вот вам что скажу. Этот строитель всё ещё строит какое-то здание. И я его жду уже, наверное, на протяжении десяти серий. То есть, на самом деле, я не то, чтобы жду. Просто я до сих пор не дождался, пока он его построит. И давайте посмотрим, сколько процентов уже. 71%. Давайте вот чисто ради приличия досмотрим, что же он там всё-таки построит. Вот скажи мне, строитель, пожалуйста, сколько можно что-то разравнивать? Да здесь уже всё, всё гладенько. Что ты там разравниваешь-то, а? Ну окей, я подожду, посмотрю, что же всё-таки из этого получится. Вот такая вот хренотень и получилась. Интересно, что же это всё-таки такое? В настоящее время пусто. Что-то мне подсказывает, что это... Ааа, походу это всё-таки каменоломня. О, господи, испугал. В настоящее время пусто, но в то же время здесь уже кто-то начал работать. Или что он делает? Да, он действительно добывает, но почему здесь до сих пор написано, что пусто? Алё! Ааа, не, уже не пусто, окей. Да ладно, эта деревня процветает намного быстрее, чем в Нормандской, у них уже появилась каменоломня, жесть! И они уже что-то начали строить и уже построили на 77%, уже на 90%! Чё так быстро? Всё, построили и уже снова начали что-то другое строить. Нифига себе, как быстро. Так, ладно, мне интересно, что вы и где вообще строите. Эм, нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам! Понятно, ничего интересного. Ааа, они улучшают дом лесоруба, понятненько. Ну да, это в принципе довольно-таки маленькие здания, поэтому улучшать там и нечего. В городе уже появилось два ребёнка, что совсем-таки неплохо, и давайте посмотрим, кто я для них. Известное лицо, в последнее время тебе часто видно на римской земле. Репутация слишком низка, чтобы поселение научило вас, как сажать вино. Нифига себе, серьёзно, вино сажать? Если так посмотреть, то у них довольно-таки плохие отношения практически со всеми, кроме нашей деревни. Японцы хорошие, японцы молодцы, не нужно воевать с японцами. Кстати, насчёт войны, точняк, я совсем забыл, вы же в прошлой части в комментариях мне написали о том, что с кем-то началась война. И да, это действительно так, у них действительно плохие отношения с норманами, которых мы очень редко навещаем, вот с этими норманами. Знаете что, мне даже немного интересно стало, а что если развязать полноценную войну, давайте ругать, 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 ещё раз ругать. Сейчас у них с этими норманами просто отвратительные отношения. А это означает только одно, в скором времени мы сможем увидеть, как сюда будут нападать всякие войска. О, господи, будет война между поселениями, это же так интересно. Сейчас я, наверное, некоторых людей шокирую, а может быть и вообще никого не шокирую, но вот что я вам сейчас скажу, я буду создавать новую деревню. Деревня будет непростая, эта деревня поможет мне открыть новую главу в квестах Милленейр под названием The Fallen King, падший король. На данный момент, если мы посмотрим, то культура норманная, у нас репутация блестящая, языкознание просто беглое, то есть всё замечательно, с культурой греки тоже всё более-менее неплохо, с японцами всё неплохо, с кинди неплохо. Вот единственное, что мы ещё не изучали, это майя. Репутация нейтральная и языкознание минимальное. И, в общем-то, что нам для этого понадобится? Очень-очень много золота, потому что нам нужно срочно создать себе золотой блок. Но благо золотые слитки у меня есть, следовательно, у меня прямо сейчас будет грёбанная деревня. И, господи, погнали создавать! Деревню я буду возводить где-нибудь здесь, потому что здесь очень мало воды, здесь очень мало рек, здесь вообще практически ничего нету, следовательно, это место мне 100% подходит. Берём наш супер-мега золотой блок, ставим его, например, куда-нибудь сюда, надеюсь, что эта гора как-нибудь сжалится над нами и просто упадёт, и нажимаем правой кнопкой мыши сюда. О, господи, неужели у нас сейчас появится майя? Всего подвидов, как видите, майя целых 3, то есть даже не то, чтобы 3, а всего лишь 3. Если мы посмотрим, сколько подвидов норманов, то мы посчитаем их целых 9 штук. Если мы посчитаем, сколько японцев, то их будет 4, если мы посчитаем греков, то их будет, по-моему, чуть больше, чем 3, а нет, их всё-таки ровно 3, как и майя, и хинди у нас, по-моему, 5, да, всего лишь 5 подвидов, то есть греки и в то же время майя самые-самые редкие поселенцы, которых мы можем когда-нибудь встретить. И прямо сейчас я буду на Эники-Беники считать, кого бы мне выбрать, например, Милпа, Костумбре или Джубрррррр, я не знаю, как это вообще читается, Эники-Беники ели вареники, Эники-Беники, Эники-Беники съели вареники, Эники-Беники, Костумбре, начинаем, раз, два, три, о, господи, нет, только не это, пожалуйста, ху, я уже думал то, что я сейчас умру, и так, я почему-то не могу заделать, уже могу, всем привет, как у вас дела, я так понимаю, это уже главное здание, да? По-моему, здесь слишком много зданий для самого начала, но в любом случае, я, я пока что не буду жаловаться. Так, вот это, я так понимаю, у них главарь, ваш статус незнакомец, мы не видели людей с твоим цветом кожи, мы должны быть осторожны, хорошо, репутация слишком низка, чтобы поселение научило вас, как сажать маис, или маис, я не знаю, что это такое. Так, ну а теперь про The Fallen King, про который я начал говорить, Падший Король, так вот, эту линейку квестов для того, чтобы открыть, нужно просто подружиться с Майя, всё. Кстати, в этой деревне, почему-то 12 населения, и почему-то табличка плывёт, что с ней происходит, господи. То есть, обычно 10 населения спавнится, а тут сразу 12, ну ладно. Для того, чтобы они что-то построили, им понадобится дерево любое, и Баобаб, чтоо, какой ещё Баобаб? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, где это я деревню создал, вы только посмотрите, они здесь просто развиваться не смогут, потому что здесь кругом горы, ой, я тупица-тоа. Серьёзно, я создал деревню в не самом подходящем месте, просто в мега-супер-пупер неподходящем месте. Давайте так, я прямо сейчас посмотрел на эту деревню, я немножечко удовлетворил своё желание, но давайте сделаем действительно так. В субботу я создам себе новую деревню Майя, точно так, как я и хотел, в принципе, сделать ещё в прошлой части, то есть в субботу всё это дело сделаю. Создам я их где-нибудь на ровной поверхности, где не будет никаких гор, никаких рек и так далее, и тогда-то мы будем продвигаться к The Fallen King. Ну а пока что пойдёмте посмотрим, что же у нас там у Норманов-то творится, давненько я не смотрел, что они хотя бы строят. Они собираются строить какой-то огромный надел, и им не хватает пространства, окей, я это знаю уже как исправлю... Я возьму и прямо сейчас буду заделать вот эту вот дырень, то есть смотрите, я сейчас вам даже покажу. Вот это огромная впадина, и прямо сейчас я беру очень много земли, которая у меня вроде как есть в сундуке, и начинаю всё это делать вот так, вот так, вот так, вот так, вот так вот, и ещё раз вот так вот. Надо, кстати, уже как можно быстрее накопить как можно больше денег, чтобы у Норманов купить свой собственный отель. Это стоит три золотые денье, а у меня всего лишь две, то есть всего лишь одной не хватает денье, всего лишь одной! Трепещи, впадина, из-за которой я умирал тысячи и тысячи раз, скоро тебя тупо не станет. Хо-хо-хо-хо-хо! Ну вот, как-то так получилось, я потратил абсолютно всю землю, и давайте посмотрим, начнут ли они всё-таки что-то строить, я по крайней мере на это ооооочень сильно надеюсь. О, и кстати, перед тем, как я всё-таки проверю, строят они это или нет, я вот что сделаю, я подружусь с японцами, которые где? Вот так вот намного лучше, минус 41, плохие, надо сделать так, чтобы они дружили, и всё было хорошо, и все были счастливы. Но почему до сих пор нету пространства? Ну я же так много мест освободил. Серьёзно, из-за вот этой вот маленькой хреновины они ничего не хотят делать? Окей, я быстренько схожу за новой землёй. Кстати, ты продаёшь землю? Ой, смотрите, они саманную стену какую-то продают. Но мне нужна земля, земля мне нужна, понимаешь? Так, ладно, я надеюсь, вы будете не против, если я вам здесь немножечко разровняю и заберу немного земли, окей? Всё, мегасу по дупо ровная земля. Вот теперь-то я точно проверю и убедюсь, убедюсь в том, что там всё будет прям круто-круто. Ну вот смотрите, вот всё супер-пупер-мега круто, всё так ровненько, но им всё равно чего-то недостаточно. Не хватает пространства, неужели там прям пипец какой огромный надел? Ну единственное, что я могу предложить, это только реку заделывать. Но блин, это так долго, мне не хочется этим сейчас заниматься. Ну что, персик, давно я это оттягивал. На самом деле, уже как несколько серий я хочу этим заняться. Мне нужно взять палочку и проверить, сколько у тебя там поинтов. Ага, поинтов осталось всего лишь ноль, у него восьмой уровень, следовательно, мне срочно нужно тебя прокачать. Да, на самом деле прокачивать персика я хотел ещё, наверное, серий 10 назад, но почему-то как-то не выходило всё это время. И почему-то прямо сейчас у меня просто в голове так ёкнуло, а, точно, я же хотел прокачивать персика. Вау, смотрите, какая косточка неплохая здесь создаётся. Но нам понадобится всего лишь вот такая вот, трейнинг-трит. Но, блин, здесь есть небольшая проблема, здесь нужны косточки, грёбаные косточки, которых у меня нету. У меня есть очень много пшеницы, есть много ниток, сахара, всё-всё-всё есть, но нету грёбаной косточки. Что ж ты будешь сделать-то? Вот угораздило меня потратить абсолютно все кости, интересно, они вообще хоть как-то крафтятся? Блин, вообще никак. Окей, тогда ждём ночи, посмотрим, сколько костей я смогу выбить. Окей, ночь есть, но вот проблема, где мне искать скелетов? Здравствуйте, дорогие друзья, мои первые цели, как у вас дела? Сколько? Пять костей выпало, и на самом деле нужно не забывать ставить факел, потому что очень темно. И ой, какие крабы к нам пожаловали, вы только посмотрите, ой-ёй-ёй, какие красные. Так, ну окей, у нас уже пять косточек, следовательно, нам осталось накопить примерно столько же. По-моему, я уже обижал всё, что только можно, но скелеты просто не находятся. О-о-о, скелеты, слава тебе, господи, наконец-то вы мне попались, как же долго я вас искал, наконец-тенько, наконец-тенько. Так, и сколько у меня в итоге костей? Десять штук, идеально, это же то, что мне нужно. Всё, погнали отсюда, мне больше ничего здесь не нужно, пойдём, 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 пойдём. Благо, костями можно заниматься даже ночью, не нужно ждать, пока какой-нибудь поселениц проснётся и так далее. Итак, кость сюда. И далее выкладываем всё так, как написано здесь, получается сахар, нитки и пшеница нужно, хорошо. Так, ну я вроде как всё взял, то есть сейчас нужно добавить только нить и... Эээ, чё-то не так. А вот теперь так, трейнинг, трид, готово, десять штук, идеально, просто молодец, молодец, персик, ты дождался, ловелап, ловелап, ловелап. Восемнадцатый уровень у персика и я прямо сейчас могу ему что-нибудь даже прокачать. Ух ты. Фишердок у него прокачан на максимум, окей. Бэтфайндер у него тоже прокачан, то есть он может, в принципе, ложиться на кроватку и просто спать, по идее. Но проблема в том, то что, эээ, ну как бы, эээ, ну, вылетает Майнкрафт. Пак Паппи. Эта способность позволяет у нас хранить в персике разные вещи, но я думаю, то что пока что мне это не понадобится. Криппер Свиппер. Эта способность, которая позволяет предупреждать персика об опасности, когда будет около меня крипер. В принципе, неплохая способность. Давайте попробуем. Я прокачал на третий уровень, то есть это всего лишь 18 блоков, конечно же, вокруг персика теперь отслеживается. Но я думаю, то что пока что будет достаточно. И у меня осталось всего лишь 4 поинта. Это, в принципе, ничто. Вот что я вам скажу. Эта серия, скорее всего, выйдет в субботу, 28 мая 2016 года, после стрима. Следовательно, в стриме я уже немножечко проспойлерю, что мы будем делать. Но все равно, все равно, это видео выйдет после стрима. Следовательно, спасибо то, что посмотрели стрим, если досмотрели до этого момента. Да, спасибо всем тем, кто смотрел стрим. Я надеюсь, то, что вы смотрели. Ну и, конечно же, просто спасибо за то, что посмотрели данную серию. Я надеюсь, то, что вы не забудете поставить лайк, потому что благодаря вашим лайкам действительно появляется мотивация снимать и выкладывать серии намного чаще и быстрее. Ну и, как вы понимаете, я действительно буду понемножечку заканчивать. Даже не то, чтобы понемножечку, а довольно-таки резко. И спасибо действительно за просмотр. И если вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк позади друзей. А с вами был Оложка и Майнкрафт. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок